Сейчас, наконец, долетел, доехал и дошел Юрий Стоянов. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Прилетел с вами. Где цветочки? Положи фонтан. Спасибо большое. Откуда летели? Я летел из Ташкента, лучшей авиакомпании мира, поэтому опоздал на 4 часа. А мне надо говорить в микрофон. Да. СМЕХ Вопроса нет. В Ташкенте приходилось бывать вместе с Ильей? С Илюшей, да, 17 лет назад. Но это другой город, абсолютно другой. Я не был готов к тому, что он такой красивый. Город другой. А Олейников всегда был тем, кем он был? Или когда вы вместе работали, вы наблюдали, что он как-то меняется? От момента моей встречи с ним он не изменился вообще, я считаю. Ну, правда. Я толстел, худел, сидел рядом с ним. Самый страшный вопрос нам задали на пресс-конференции в Ростове. По-моему, та девочка, которая потом нарвалась на красивый ответ Киркорова. Та знаменитая журналистка. В розовой кофточке. В розовой кофточке. Она говорит, я знаю, что вы родились в один и тот же день. И в следующем году одному из вас исполняется 50, а другому 60. Вы бы не могли сказать, кому 50, а кому 60. СМЕХ Поэтому вообще на месте Киркорова должен был быть я в эту секунду. СМЕХ Вот это по поводу того, как выглядел Илья. Никак вообще он не менялся. Нет, один раз стал похож, только это красивый вариант. Когда Илья сбрил усы, вот, но это красивый вариант. А тот привел в ужас меня, и семью, и всех окружающих. Это просто был результат нашего скандала. Илья меня возненавидела тогда, наверное. Потому что я сказал, что мне надоело играть женщин. А сказал я всегда, как всегда, под влиянием кого-то. Мне Басилашвили Олег сказал, хватит баб играть. Он сказал, ну это невыносимо, ну сколько можно. Я пришел и устроил Илюхе истерику, я больше так не могу. Он исполнительный, такой трогательный. Но на следующий день он говорит, Юрик, ты сегодня кое-что увидишь. Сначала получил от Ирки по башке. Это ужасное. Ты даже не представляешь, как это было. Потому что он пошел, а я сейчас пойду сбри. Ушел, сбрил, и мама прыгала от него по всей квартире. Не подходи ко мне, чужой мужчина. Но реально другой человек. Но он ничего. Я думаю, что если вот у вас тоже будет видевшка. Подожди, во-первых, это было. А, было, да? Я один раз сбрил усы. Я вообще, нет, лично я их не сбривал. Я первый раз в жизни решил подровнять усы. В соседней комнате в гостинице шло совещание. Я стоял в ванной и ровнял усы. И у меня все время один получился, короче, другого. Я их ровнял, ровнял, пока не делался Гитлером. У меня здесь такая, под носом такая фигня. Я испугался страшно и сбрил. И вышел в комнату сказать, может, кому кофе, кому чай. Мне сказали, товарищ, идите отсюда, у нас совещание. И я ходил, где-то примерно с месяц. Так было ощущение, что я голый. И я себе карандашом рисовал усы. И выходил вот так вот. Но это был ты? Нет, это был не я. Нет, потому что там был вообще другой человек. Совершенно. Ты себе представить не можешь. Во-первых, у меня нос опустился до подбородка. Это что-то такое большое. Слива, и лица было совсем не видно. Я очень испугался. Оберзительное зрелище. А Илюша, Ленечка, извини, я дополню. А Илюша в это время кайфовал страшно. Страшно как? Он одевал кепку, очки. И ходил в лучшую нашу кафешку. И ел котлеты за 13 копеек. Потому что я никогда ему не могла таких котлет было сделать, которые брызжут. Вот когда берешь вот так, накалываешь, они из них брызги идут, вот эти мясные, вкусные. И когда он сбрил усы, у него появился замечательный шанс наесть этих котлет. Он уже не узнавал никто. Да, никого не узнавал. Там тетенька какая-то швабра его обругала. Что ты тут стоишь? А он же как взял, он прямо и стоя и ел.